В эфире итоговый выпуск программы Бугинформ. Я Виктория Саченко и корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя, что интересного нового произошло в городе Бресте. Коротко о главных событиях. Брест Восточный. Старт работам уже дан. Об этом и не только прямо сейчас. Символично и традиционно, что накануне Дня труда на Брещине чествуют победители соревнования, занесенных на доску почета области и лиц, удостоенных почетного звания Человек-года. Каждый год десятки берестейцев получают заслуженные высокие награды, не стал исключением и 2017-й. Сегодня на сцену областной филармонии выходили настоящие трудовые победители. Каждый из них знает не понаслышке, какими качествами должен обладать мастер своего дела, как сделать так, чтобы продукция или услуги пользовались спросом и были любимы людьми, и без чего не мыслим ни один успешный руководитель. Своими секретами они поделились сегодня в знаковый и волнительный для них день с нашим корреспондентом. О церемонии и награжденных расскажет Анастасия Стропко. Большая церемония награждения состоялась сегодня в Бресте. Чествовали обладатели почетного звания Человек-года, а также победители соревнований, занесенных на доску почета Брестской области. Традиционно в этом списке люди, а также предприятия и организации, населенные пункты региона, которые внесли большой вклад в его социально-экономическое развитие. В своей приветственной речи губернатор региона Анатолий Лис подчеркнул, достижения, которыми мы можем гордиться, это результат трудолюбия и таланта жителей Брещины. Сегодня, в преддверии Первомайского праздника, мы пригласили вас сюда в торжественный и красивый зал филармонии, чтобы не только вручить заслуженные награды, но и выразить признательность за ваш огромный вклад в развитие нашей области. Я хочу искренне поблагодарить всех вас за ваш профессионализм, неравнодушие, умение и желание работать и показывать достойный пример своим коллегам. Вы представляете различные отрасли народного федерства и социальной сферы, но вас объединяет главное – вы сумели добиться высоких результатов в деле, которым вы непосредственно занимаетесь. Первую награду в рамках церемонии получил областной центр Брещины. Город над Бугом был признан победителем соревнования за достижение в 2016 году наилучших результатов в выполнении показателей прогноза социально-экономического развития. И брещанам действительно есть чем гордиться. Несмотря на высокую степень влияния целого ряда неблагоприятных факторов, была обеспечена стабильная работа экономики. Устойчивая положительная тенденция есть практически во всех отраслях народно-хозяйственного комплекса. Город над Бугом меняется и внешне, становится ярче и современнее. Однако, по словам мэра Бреста Александра Рогачука, высокая награда и определенные успехи – это очень приятно, но не повод для самоуспокоения. Скорее, наоборот, дополнительный стимул для дальнейшей работы. Есть четко проработанная руководство области методология определения победителей среди регионов. И эта методология включает в себя большой такой синтетический показатель. Здесь есть и экономическая составляющая, создание рабочих мест, инвестиционная привлекательность, строительство, благоустройство. То есть это комплексный показатель оценки действий региона за 2016 год. Поэтому, конечно, есть определенное удовлетворение от того, что именно город Брест по этому сложному показателю стал первым среди регионов нашей области, первым среди городов. Но это ни в коем случае не повод для самоуспокоения. Это тот фундамент, который мы должны активно использовать для дальнейшего развития нашего Бреста. Среди районов области лучшим стал Жабенковский, а среди сельских советов награду получил Телеханский. Вместе с лучшими населенными пунктами, административными единицами на областную доску почета занесено более десятка предприятий и организаций Брещины. Почетные дипломы из рук председателя обл. исполкома Анатолия Алиса получали их руководители и представители. То, что мы являемся основным экспертным учреждением в области медицины по разделу кардиологии, накладывает соответствующий отпечаток. Безусловно, может быть, эта ситуация или, скажем, эта награда связана с тем, не только что мы освоили лучшие технологии, современные, на уровне Европы, на уровне Республики. Мы сегодня и по уровню подготовки специалистов, и по оснащению можем делать самые высокотехнологичные методики. Но, наверное, большая заслуга в том, что мы обеспечили доступность этих методик не только жителям Бреста и прилижайших районов, но и межрайонных центров. Важная составляющая большой церемонии – чествование обладателей почетного звания «Человек-года». Люди, его получившие, работают в различных сферах и отраслях, имеют разный стаж и опыт. У каждого свои цели и задачи. Но есть и общее, объединяющее всех звено – любовь к делу, которым занимаются, людям, которые находятся рядом, и родной земле, на которой хочется жить, работать и покорять новые трудовые вершины. Оценка этого всего коллектива, всего нашего дружного биржестроевского коллектива, и поэтому я благодарен судьбе, что сложилось все в направлении выполнения тех заданий, которые определены нашим правительством, президентом, главой, губернатором нашей области. Мы достойно сегодня справляемся, имеется перспективное направление в нашей работе, поэтому хорошее настроение, хороший день останется в памяти. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович и Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Второй международный форум выставка деловых контактов «Брест-2017» состоялся на текущей неделе. Площадками его проведения стали Дворец водных видов спорта, Легкоатлетический манеж и Брестское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты. В программе конференции и семинары, контактно-кооперационная биржа, B2B-переговоры, а также экспозиция товаров и услуг предприятий и организации региона. Побывала на мероприятии съемочная группа нашего телеканала. Тему продолжит Анастасия Стропко. Открытие форума состоялось 27 апреля. Старт «Брест-2017» дала конференция. Участие в мероприятии приняли иностранные делегации из 14 стран. В качестве докладчиков – специалисты из различных сфер. Темы касались инвестиционной привлекательности Беларуси, возможностей государственно-частного партнерства, упрощенных систем регистрации и уплаты налогов. Основной акцент сегодня хотелось бы сделать как в выступлении, так и сейчас на том, что в Республике Беларусь уже на законодательном уровне существует ряд льгот и преференций для предприятий малого и среднего бизнеса, а также для зарегистрированных в сельской местности и в малых городах. Первое мероприятие принесло и первые документы о сотрудничестве. Соглашение подписали представители СС «Брест» и немецкой «Шнайдергрупп», а также Брестского отделения, Белорусской торгово-промышленной палаты и итальянской ВДВ-компани. Что касается соглашения непосредственно со «Шнайдергрупп», для свободной экономической зоны это дополнительные условия для того, чтобы презентовать наши возможности, возможности инвестиционного климата Республики Беларусь, в том числе за рубежом. После окончания первой конференции форума состоялось открытие выставки товаров и услуг. В рамках церемонии чествовали победители и лауреатов премии в области качества правительства Республики Беларусь и Брестского облсполкома, а также представителей предприятий, продукция которых признана лучшей. Наша область может похвастаться самым большим по сравнению с другими количеством награжденных. Форум – это выставка достижений народного хозяйства Брестской области. Это лучшие предприятия, те предприятия, которые победили номинации «Лучшие товары Республики Беларусь», лучшие предприятия, лучшие менеджеры по качеству, как в Республике, так и в Брестской области. Они практически все представлены сегодня на данной выставке. Форум – один сегодня из наиболее удачных форумов. В этом форуме присутствует порядка 100 гостей из 14 стран мира. Это не просто ориентировочные участия, которые познавательные, это уже и прямые переговоры, прямые контакты. Мы очень надеемся, что по результатам данного форума состоятся подписания договоров. Я вижу потенциал, что по сравнению с прошлым годом сами предприятия более достойно выставляются. Сегодня семинары организовываются для наших предприятий, для специалистов предприятий, вот действительно по поиску потенциальных покупателей продукции. И вижу, что сегодня и новинки появились новые, то есть год прошел не зря, предприятия, в том числе и берестейский пекарь, показывают новые виды продукции и заслуженно получают, наверное, те награды, которые сегодня были вручены лучшим производителям, лучшим предприятиям. В числе победителей – обладателей премии облсполкома «Белсолод». Сегодня производственная мощность предприятия составляет 130 тысяч тонн солода в год. География экспорта простирается на многие тысячи километров от Беларуси. Мы сегодня считаем, что мы хороший партнер для наших российских партнеров – Казахстана, Узбекистана, Туркменистана. Плюс мы работаем со всеми транснациональными компаниями, которые существуют на рынке. Это Карсберг, Ханекен, Эфес, Санэнбёв – это четверка лидеров мира, которые производят пиво. В том году мы поставили продукцию на Вьетнам, на Лаос, более 10% всего удельного веса по экспорту. Выставка в очередной раз показывает то, что есть экспортный потенциал, есть к чему стремиться и есть куда реализовывать. Брещино – край аграрный. Традиционно много наград получили переработчики сельхозпродукции, в их числе – Березовский мясоконсервный комбинат. По словам специалистов предприятия, секрет их успеха в постоянном движении вперед. Стремление создавать и выпускать не просто вкусный и качественный, а полезный продукт для здорового питания. У нас достаточно много новиночек. Ну вот самая, наверное, наша такая по консервам – это говядина по-сибирски. Мы попробовали выпускать ее в стеклянной банке, так как когда-то, в старые времена, да, катали консерву, производили в стеклянных баночках. Вот мы тоже попробовали. У нас там цельный кусочек, работа практически ручная, все натуральное. Лавровый листик используется в качестве специи, соль, заливается все маринадиком, раскладывается в баночки. И тем самым мы получили уникальный и очень вкусный продукт. Всего участниками экспозиции в 2017 году стали представители более 80 предприятий и организаций Брестской области, Белоруссии и зарубежья. Мы выпускаем детское питание овощное, пюрешку, фруктовое, также соки и нектары с добавлением сливок, творога. На экспорт мы 90% у нас Россия, а все остальное в Казахстан немножко грузим, в Туркменистан грузим, при Балтику. А также пошла первая партия на Китай. И мы надеемся, что нас тоже там очень полюбят и наша продукция будет там востребована. В пятницу форум деловых контактов «Брест-2017» продолжил свою работу. В программе второго дня были контактно-кооперационная биржа с представителями бизнеса Калининградской области, переговоры B2B, а также семинары и тренинги. Окончательные итоги большого делового форума сегодня подводить пока рано. Для развития договоренностей и перевода их в практическую плоскость необходимо время. Одно, можно сказать, точный интерес к Брещине есть, как в части товарооборота, так и в части инвестирования и создания совместных производств. Форум «Брест-2017» стал хорошей площадкой для придания процессу налаживания связей нового импульса. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович и Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрите итоговый выпуск новостей на канале БУК-ТВ. Продолжаем разговор на актуальные темы. В рамках месячника по благоустройству города над БУКом сделано немало, однако работа в данном направлении активно продолжается. В подготовке Бреста к летнему периоду участвуют организации и предприятия различной формы собственности. Брестское отделение Белорусской железной дороги вносит свою лепту в придание лоску городу. Уже давно запланированная реконструкция моста на железнодорожной станции Брест-Восточный стала необходимостью для жителей и гостей областного центра. Демонтажные работы стартовали в начале апреля. Путепровод на станции Брест-Восточный значительно сокращает путь от улицы Скрипникова до Машенского. Потому о его необходимости говорить не приходится, но объект уже давно и упорно требовал ремонта. Сегодня специалисты определяют состояние перехода как предаварийное и остается лишь предполагать, какие испытания приходится преодолевать людям, шагая по мосту. Стандартам и требованиям современных условий путепровод перестал соответствовать давно, а потому обновление было неизбежным, но для горожан очень долгожданным. Экстрим поднадоел. Ходим каждый день и когда много людей приезжает из поездов, выходит электричка, дизель приходит, идешь по мосту, не поверите, он шатается. Когда идешь иногда тут он плавает. Потому что он весь развален, уже дети бегают, всякое же бывает. Ну конечно, он шатается весь. Сегодня танцующий путепровод демонтируют полномасштабно. Это вопрос не только благоустройства, но и безопасности. Неудивительно, ведь история моста уходит корнями в далекий 1965 год. Ремонт производился в 1999 году, по-моему, частичный, скажем так, но уже сроки бы дошли. И значит, планируется работа по демонтажу, полностью демонтаж этого моста старого и строительство нового пешеходного моста. Который, скажем так, 10 месяцев у нас срок строительства этого моста. Ну, мы, скажем, в этом направлении работаем. Ну, скажем, работа очень такая сложная, но интересная. Задействуем, скажем, силы Брестского отделения дороги железной. Скажем, мы строим его вместе, помогаем друг другу. Ну, поэтому у нас все должно получиться. За ремонт строители взялись весьма основательно. Старый переход снесут после того, как будет построен новый. Специалисты уверяют, инженерный объект изменится до неузнаваемости. Конструкция ограждения, сходы, и все будет новым и современным. Кроме того, путепровод будет длиннее предыдущего на 25 метров. Этот мост полностью демонтируется. И, по-моему, в 7 метрах от этого, в сторону вокзала, будет возводиться новый пешеходный мост. Такой уже будет практически, но немножко длиннее будут сходы на ту сторону улицы Мошенского заходить. Тут не будет схода. А пока работы имеют подготовительный характер. Выполняется демонтаж сходов и устанавливаются временные. Прокладываются подъезды к месту производства работ. За линию стройки выносятся коммуникации. Работа кипит. Если все пойдет такими темпами, генподрядчик, коим выступает Дорстроймонтаж Трест, обещает завершить объект к концу января 2018 года. Совсем скоро Брест отметит свое тысячелетие. Эта особая дата стала серьезным основанием для того, чтобы к важному рубежу город получил в некотором смысле новое лицо. 25 августа минувшего года Александр Лукашенко подписал распоряжение номер 142 о подготовке к празднованию тысячелетия Бреста, в котором прописаны конкретные мероприятия, обозначены объекты, которые получат для своего преображения дополнительное финансирование. В их числе музей Берестия – один из филиалов областного краеведческого музея. Проектно-сметная документация для реконструкции разработана. Это значит, что уже через несколько недель первые строительные бригады приступят к работе. Как будет выглядеть обновленное учреждение, что нового интересного появится в холлах и залах, узнавала наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Берестия – один из пяти филиалов областного краеведческого музея. Комплекс, появившийся на месте раскопа городища XIII века, известен далеко за пределами Беларуси. Туристы из разных уголков мира спешат в город над Бугом, чтобы лично познакомиться с единственным в Европе сохранившимся поселением такого типа. Открыт музей был в 1982 году. И за долгие годы существования его фонды пополнились не одним десятком ценных, аутентичных экспонатов. Есть здесь и площадки для интерактивного обучения. Например, посетителям могут предложить почувствовать себя археологом. Немного городу в мире может похвастаться вот таким вот музеем, где можно увидеть подлинное строение XIII века. То есть это исконное, то, от чего родился город. И когда к нам приезжают отсюда иностранцы, они поражаются тому, что наша земля сохранила то, что в других местах просто нельзя было сохранить. У нас есть возможность увидеть архитектуру средневекового города. Мы знаем вообще о городах средневековых по летописям. Там описывается и о политических событиях, и о каких-то интересных событиях культурных. Но никогда нет описания архитектуры города. Здесь, пожалуйста, подлинное строение, подлинная застройка, подлинные мостовые. И вот это, наверное, самое главное в нашем музее. Таким, как сейчас, музей помнят даже те, кто посещал его еще в советские годы. Да, он информационно насыщенный и интересный. Однако 21 век предъявляет свои требования к структуре и наполняемости подобных комплексов. Уже сегодня разработан макет и проектное решение, которое позволит сделать из давно полюбившегося Бересте музей нового формата. Планы на 2017 год у администрации довольно амбициозные. Запланирована замена полностью стеклянных витражей на однокамерные стеклопакеты, которые на первом ярусе будут открываться. И таким образом будет естественная вентиляция помещения происходить. Будет заменена полностью сигнализация, сделано видеонаблюдение. В залах проведены необходимые работы по подготовке к созданию новой экспозиции. Заменена электрика, ну и спланированы другие, более мелкие работы. Вдохнуть в музей Бересте новую жизнь призвана и новая вариация экспозиции. Она, согласно планам, должна появиться в учреждении в следующем году. Интерактивность, мультимедийность, открытость. Вот принципы, на основе которых разрабатывали концепцию выставочных залов художники и дизайнеры. По замыслу она должна сохранить лучшие традиции прежнего музея, при этом сделать его более интересным. Мы ждем уже давно реконструкции нашего музея, потому что он очень необычный. И то, что нас дали наши коллеги изначально, экспозиция, конечно, она уже морально устарела. Поэтому мы придумали очень много интересного нового, что сейчас используется в музейной практике вообще в мире. Технологии, которые развиваются, они позволяют создать такую интерактивную экспозицию, которая позволит даже пообщаться с купцом, который привозит к нам товары в Бересте. То есть у нас будет сделана такая очень интересная инсталляция, где можно увидеть товары, купца стоящего, это будет голограмма, и общение у нас будет такое выгодное. Ну и в то же время это будет, вы знаете, экспозиция, которая будет интересна молодежи, потому что это не классическая подача, это с учетом новых требований. Наша молодежь, она привыкла к такой клиповой культуре, то есть она должна иметь еще эмоции. Вот это все будет у нас обыграно. Безусловно, главный экспонат нашего музея – это археологический раскоп. Он будет в таком же виде, в котором он существует сейчас. Каждый год мы проводим работы по поддержанию археологической древесины в надлежащем состоянии, и эти работы будем проводить дальше. Реэкспозиция затронет только залы, которые идут по периметру самого музея. Ну, в частности, один из последних залов мы планируем сделать как кинотеатр. Тоже такая новая наша задумка. На реконструкцию музей Берестия будет закрыт ближе к концу мая. Первые изменения в оформлении учреждения жители и гости областного центра увидят уже летом. А закроет рабочий сезон одно весьма интересное мероприятие. Ну, могу открыть секрет. Вот у нас, допустим, на 12 мая запланирована ночь музеев на Бересте, и пройдет она в виде квест-игры «Загобойня», известная среди молодежи. Будем работать до 11 часов ночи или до полуночи, уже как пойдет игра. И всех приглашаем поучаствовать. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ». О других событиях. Спасатели Брещены встретились с представителями пишущей и снимающей братьей и уже по традиции подвели итоги 2016 года. Отметили заслуги всех, кто принимал участие в освещении деятельности работников службы дня и ночи. Назвали победителей ежегодного творческого конкурса. Бук-обок вместе со спасателями выезжала на места чрезвычайных ситуаций, отправлялась в рейды и участвовала в акциях съемочная группа телеканала «Бук-ТВ». В материалах ежедневных новостей мы освещали деятельность МЧСовцев в разных ракурсах. За помощь в деле, предупреждение о гибели людей, спасатели выразили слова благодарности нашей телекомпании, а также вручили первую награду в номинации «Лучший автор». В эффективности совместного труда спасателей и прессы сомневаться не приходится. Об успехе дела красноречиво свидетельствуют показатели. В последние годы значительно повысился уровень культуры безопасности. И одна из главных причин тому – широкомасштабная профилактическая работа, осуществляемая при поддержке средств массовой информации. Пока бесстрашные и сильные огнеборцы контролировали обстановку в регионе, представители пишущей и снимающей братья не дремали, отслеживали ситуацию, доносили свежие факты до читателя или зрителя. Сюрпризы погоды, человеческая беспечность, элементарная – несоблюдение правил безопасности жизнедеятельности. Примеры из служебной практики спасателей отлично вписывались в конвой ежедневных событий, были вдохновляющими и неутешительными, волнительными и поучительными. Без вас тот объем информации, необходимый, не доходил бы, конечно, до сознания каждого гражданина нашего, нашей области, нашего общества. Именно с вашей помощью идет такая большая информационная составляющая о безопасности жизнедеятельности. Работы конкурсные доказали. Год прошел плодотворно как для спасателей, так и для представителей СМИ. Работа журналистов всего региона заслужила высокой оценки. Однако, среди них были выбраны лучшие в своих номинациях. По решению судей, самое оперативное в освещении повседневной работы органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям является телерадиокомпания «Брест». В номинации «Пропаганда знаний в области основ безопасности жизнедеятельности» победила редакция районной газеты «Ивацевический вестник». Лучшим автором материалов о деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь была признана вот уже второй год подряд корреспондент нашего телеканала «София Бережная». Будь то борьба со стихией, ликвидация чрезвычайных ситуаций разного характера, в том числе и техногенного, тактика специального учения, профилактическая работа с гражданами. Все это время мы тесно взаимодействовали со спасателями, освещали события, демонстрировали зрителям реальную картину происходящего, знакомили со спецификой работы огнеборцев. Конечно, можно много говорить о мужественности профессии, о нужности ее, но даже в хорошей профессии разные люди работают. Но говоря о работниках МЧС области, хочется сказать, что все это люди, на которых хочется равняться, у которых хочется учиться, что мы и делаем, что я и делаю. И мне было очень приятно писать о их подвигах, о достижениях, в том, что касается ликвидации чрезвычайных ситуаций или предупреждения гибели людей. В 2016-м корреспонденты совместно с работниками Брестского областного управления МЧС и гор-райотделов по чрезвычайным ситуациям области подготовили и выпустили в эфир десятки, а то и сотни репортажей, выступлений, информации по телевидению и радио, тематических страниц в печати. Работа в этом направлении будет продолжаться. Иначе никак. Безопасность региона в приоритете. А мы, в свою очередь, не останемся в стороне, а потому обещаем. Зрители телеканала БУК-ТВ будут узнавать новости МЧС и сводки одними из первых. Танцуют все. Сегодня международная общественность отмечает День танца. Дата появилась в календаре благодаря Всемирной организации ЮНЕСКО и связана с днем рождения талантливого танцора, реформатора и теоретика хореографического искусства, отца современного балета Жана Жоржа Навера. Ни время, ни реформы не смогли повлиять на человеческое отношение к этому особому виду творчества, которое всегда отличалось особенной чувственностью и экспрессией. В преддверии Международного дня танца наша съемочная группа заглянула в гости к коллективу, имя которого известно далеко за пределами Белоруссии, в студию социального танца Face to Face и узнала, в чем секрет уникальной магии танца. Наблюдая за тем, как изящно эти обаятельные танцоры выводят шаги и оттачивают комбинации, как красиво тянется носок и выполняются поддержки, как гибко и пластично двигаются партнеры, сложно подумать, что еще несколько лет назад многие из них не могли себе представить, что такое социальные танцы. Большой культурный мир подарили брещанам руководители студии танца Face to Face Алексей и Татьяна Прокопенковы. «Преподавать иногда бывает сложно, потому что люди приходят разные, разной степени подготовки, у каждого разные способности, возможности. Но, в принципе, мы любим сам танец, и мы хотим, чтобы и люди, которые нас окружают, которые приходят к нам заниматься, они тоже этим заразились». «Особенно очень приятно смотреть на успех людей, на то, как у них начинает получаться, как они растут. Некоторые даже делают шоу-номера, причем очень крутые». Сегодня талантливая пара известна не только как профессиональные танцоры, но и как блогеры. На своих интернет-страницах Алексей и Татьяна публикуют необычные ролики, где исполняют любимые танцы возле знаменитых мест. Один из последних роликов сделан в Париже, прямо у подножия Эйфелевой башни, как символ дружбы тех, кто увлечен этим интересным видом искусства. «Танец для человека – это возможность самовыражения, возможность выразить свое ощущение музыки. То есть к нам люди приходят и потанцевать, поучиться, и пообщаться, найти новых друзей, найти свою любовь. Мы, кстати, нашли свою любовь в танце». «Чтобы стать более уверенными в себе, как вариант. Учиться общаться друг с другом, отдыхать совместно». Творческий тандем Алексея и Татьяны Прокопенковых стал примером для многих из тех, кто хотел бы раскрыться, найти свое второе «я», изменить внутренний мир, наполнив его яркими красками. Так случилось в жизни Андрея и Виктории Амельянюк. Молодые люди познакомились на танцплощадке и вот уже не один год переживают приятные эмоции первого знакомства вновь и вновь, сливаясь с мелодией танца в унисон. «Мы очень любим танцы, танцуем всегда, везде, при любых обстоятельствах, условиях жизни и погоде, на улице и дома. Танцы – это лучше антидепрессанты». «Да, я абсолютно с мужем согласна. Я думаю, что мы будем продолжать танцевать еще долгое время. Мы неоднократно ставили номера танцевальные. Всегда это номера с чувствами, с реальными чувствами. Иногда грустные, иногда веселые». Социальные танцы – особая категория большого понятия искусства. Этот вид творчества, как никакой другой, наполнен смыслом и внутренним подтекстом. Он чувственный, эмоциональный, он жаркий, горячий, зажигающий. Наверное, именно эта удивительная особенность – сближать и открывать людей друг к другу – становится основным аргументом в пользу посещения занятий студии «Фейс-то-фейс». «Я в восторге. Это очень интересно здесь. Здесь очень хороший коллектив. Невозможно не улыбаться, когда танцуешь. С таким же хорошим настроением уходишь. Кажется, работа и повседневные какие-то заботы уходят на второй план. Ну и очень-очень много положительных эмоций». Здесь есть просто обычные люди, которые работают днем – врачами, учителями, бухгалтерами, экономистами. А вечером приходят получить заряд хороших положительных эмоций, поддержать тело, естественно, в тонусе, познакомиться, пообщаться, ну и, конечно же, научиться танцевать. Асидора Дункан сказала когда-то – танец – это маленькая жизнь. Да, именно с такой маленькой жизни начинается дело с большой историей. Для тех, кто выбрал для себя социальные танцы и занятия в студии «Фейс-то-фейс», из подобных небольших сюжетов рождается мир. Мир, в котором есть место чувствам, искренности и любви. Вы смотрели итоговую программу «Бугинформ», и это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. Если вы не успели посмотреть программу «Бугинформ» в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте buktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте нашей телекомпании buktv.by, а также на нашем канале в YouTube. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. 30 апреля Брест будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. Ожидается облачно, с прояснениями, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 5-7 со знаком «плюс». Максимальная днем 12 градусов выше нуля. Атмосферное давление будет расти. 1 мая погоду в основном будет формировать фронтальный раздел, смещающийся с Украины. Пасмурная, но без осадков погода ожидает Брещан в праздничный день. Ночью слабый туман. Температура воздуха в ночные часы составит 5-7 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 10 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова